Это наша больная точка, которую мы должны довести до ума, потому что здесь долго ничего не делалось, но вот нам надо эту ситуацию сдвинуть. Легенда в шоке. Вячеслав Фетисов осматривает один из главных долгостроев в крае – Ледовый дворец спорта. Это наша, как в шутку говорят болельщики, зенит арена. Правда, в отличие от стадиона в Санкт-Петербурге, Алтайский по-прежнему остается в статусе «не введен в эксплуатацию». Строительство здесь не ведется уже несколько лет. Я думаю, что это федеральная власть сегодня должна, те дополнительные ресурсы, которые у нее появляются в рамках программных всяких решений, достраивать. Я считаю, что это хуже нет, лучше еще раз не начать, чем в таком состоянии достроить. Я думаю, что сейчас при решении вопроса за полтора года можно его построить. Знаменитый хоккеист внимательно слушает всю историю болезни алтайского хоккея. Когда-то на этом месте был стадион «Мотор», именно здесь базировалась одноименная команда. Это была коробка под открытым небом с административным зданием. Тренировки проходили лишь в зимние месяцы. Со временем арена устарела и морально и физически снесли. В 2011-м решили строить уже современную площадку. Запала хватило ровно на пару лет. Финальный свисток. Все закончилось, когда закончились деньги. Проект урезали, ну как могли. Например, под нож пошло количество трибун. Их уменьшили с 4000 до 800 мест. Вот только даже с этими условиями площадку так и не достроили. Подрядчик обанкротился, стройку заморозили. У нас состоялись уже серия переговоров. Ну, здесь, наверное, и нам надо быть еще более настойчивы. Но мы достаточно настойчивы уже с этой ситуацией. Поэтому, я думаю, справедливость, да. Изначально по проекту арена на Сибирском 52 должна была стать своеобразным домом для хоккея. Вместительные трибуны, раздевалки, тренажерный зал, столовая. Главное, сюда должна была переехать спортивная школа Алтая. Переехала. Но не сюда. Смена локации и базирования прошла быстро и болезненно. Все из-за такого же быстрого и болезненного закрытия Дворца Зрелища Спорта, где и располагалась школа. Дворец Зрелища Спорта – главная ледовая и самая вместительная концертная площадка региона. Так было 60 лет. Все изменилось после визита сюда судебных приставов, которые закрыли объект на клюшку по решению Железнодорожного суда Барнаула. Причина – противопожарная безопасность. Краевые спасатели насчитали 16 пунктов претензий. Одна из главных – подвесной потолок. Началась серия из бесконечных судов. В случае, если все нарушения будут устранены, те нарушения, которые именно создают опасность, создают угрозу жизни и здоровью человека, то можно свободно эксплуатировать здание. Зданию в итоге так никогда и не суждено было открыться. Современная Карандин-арена едва не разошлась по швам, когда сюда экстренно заселились все те же юные воспитанники Алтая и главная хоккейная команда региона. В и без того переполненном дворце, где есть своя школа «Динамо», все же каким-то чудом нашлось место для незваных гостей. Новоселье случилось ровно в тот день, когда судебные приставы опечатали дворец зрелища спорта. Началась затяжная серия из инфиг, скандалов и судебных разбирательств. Дети не в состоянии доехать до этого места расположения географического, не в состоянии таскать баулы. Форму сушить негде, оставлять негде, полный бардак. Некоторые родители, которые изначально отдавали детей в секцию дворца зрелища спорта, в этот момент просто оказались не готовы к таким перестановкам. Безусловно, центральной проблемой стала удаленность нового дворца от центра города. Немногие жители сразу же скажут, где расположена улица Жасминная, ведь именно там как раз и возведена Карандин-арена. Пробки, нехватка времени. Мама и папа просто отказались от идеи, что их сын станет хоккеистом. Перевели в другие секции поближе к дому. Наверняка вместе с этим алтайский хоккей потерял будущих Овечкиных и Малкиных, Василевских и Черепановых. Не готова Карандин-арена оказалась и к приему профессионалов. Первыми не выдержали нагрузки борта, только за одну смену сотрудники меняли по три стекла. Впрочем, объективности ради скажем. Изначально коробку строили не для таких целей. Массовый и детский спорт не более. Пришлось перестраиваться буквально на ходу, со скрипом, но чиновники Всероссийской Федерации Хоккея поставили галочку напротив слова «Допустить». Именно здесь стала играть домашние встречи команда «Алтай». На старе все было превысено, удобно. Ну а тут поновее, вот эта Карандин-арена, она поновее. Ну, новые борта, раздевалка. Ну, правда, раздевалки чуть-чуть маловато, хотелось бы побольше. Ну а так, в принципе, нормально, обжились потихонечку. От перестановки мест сумма на табло, к сожалению, для болельщиков не изменилась. «Алтай» по ходу сезона погряз. Во второй части турнирной таблицы в серии на вылет вылетел в первом же раунде. Тут ничего нового. На настрое сказался тот самый переезд и чехарда с тренерами, которая, конечно, заслуживает отдельного материала. Сейчас Карандин-арена замерла в ожидании разгрузки. Все из-за тектонических изменений под названием «Советская постройка 1966 года». Сразу же, после опечатывания в Дворце зрелища спорта, пошли разговоры о смене собственника. Владелец краевый профсоюз до последнего отрицал какую-либо информацию о продаже. Хотя об этом активно шли разговоры. Возможным владельцам называли администрацию края. Фигурировала, опять же, предполагаемая сумма сделки – 90 миллионов рублей. Скорее всего, ждали, пока цена вовсе упадет в домизерный. В результате объект выкупил бизнесмен, владелец Карандин-арены Михаил Дроздов. Новый собственник сразу же обозначил – это будет современная арена, где можно будет играть матчи в континентальной хоккейной лиге. Как скажут фанаты, прощай, сарай. Мы для себя сроки поставили, чтобы открыть там, как мы уже заявляли ранее, первый международный турнир, который пройдет у нас в Алтайском крае по студентам. То есть это первая неделя октября. Видимо, по образцу и подобию КХЛ дворец зрелища спорта сменил название, теперь это Титов-арена. В конце концов, есть же Фихисов-арена во Владивостоке, чем Барнаул хуже. Пожалуй, именно этим руководствовался предприниматель. Заодно сразу же сменил название команде, которая будет там базироваться. К уже известному имени Алтай добавили приставку «Динамо». Ну, а подождите, ну хорошо, в футболе есть «Динамо», есть «Динамо-М». Путаница? Ну, тоже частично путаница. Ну, не пусть. Меняли название в кулуарах об особленном кругом. Болельщиков не спрашивали, не спросили мнения ветеранов хоккея и спортивных экспертов. Говорили о возможном возвращении имени «Мотор». Мотор, мотор, пусть тебе улыбнется удача, Пусть болельщик от радости плачет. На летовый простор, подвекующий ор, Но с улыбкой выходит мотор. В Аркалутии выходит мотор. Вот только вновь «Динамо» то самое общество, что уже 60 лет пытается управлять одноименным футбольным клубом. Только вдумайтесь, за все это время «Сине-Белым» лишь раз удалось сыграть рангом выше, чем извечная вторая лига «Зона Восток». Вылетели сразу же. Впрочем, не в названии дела. Переаншлаг на трибунах обеспечен. Но еще бы посмотреть на обновленный дворец спорта захотят прийти тысячи зрителей. Одно из центральных изменений – это медиакуб. Сейчас рабочие собирают его каркас. Такие установлены во всех городах мира. Для краевой столицы это по-прежнему диковинку. Четыре плоскости направят на каждую из трибун. Повтор опасных моментов и забитых шайб. Но самая излюбленная фишка болельщиков, когда их самих показывают на многотысячной арене. Втайне авторы проекта держат от публики и СМИ, каким будет выглядеть фасад здания. Известно лишь, что на той части, что выходит на социалистический проспект, появится экран. Цвет стен очень осторожно. Говорят, что будет точно таким же, как форма команды. На этом все. На прилегающей территории возможно строительство фонтанной парковки. Привычные всем кассы справа пойдут под снос. Плюс у нас сегодня, кроме, если вы видите, демонтажа стульев, кресел, да, там, по полю, если брать, очень устарела и пожарная сигнализация, и подача тепла, и воздуха. Это очень большие, скажем так, потери были. Поэтому мы сейчас это демонтируем и будем делать современный, технически современный дворец спорта. Точно таких же арен по всему Советскому Союзу было построено около 30. В первозданном виде до наших дней дожили немногие. Большинство переделали. Где-то удачно, а где-то не совсем. Барнаульский уже история, которую каждый может взять себе буквально на память. Сотрудники арены на полном серьезе ждут жителей края. Хоть, может, детали кому-то в хозяйстве пригодятся, говорят специалисты, раздадут абсолютно бесплатно. В октябре обещают уже новую историю. В противном случае Алтай вновь может остаться без современного вместительного дворца спорта, который и так нужен юным воспитанникам, профессионалам и болельщикам. Кирилл Политов. Специально для телеканала Долг.